Ракетный террор. Почему ракет стало меньше летать на города украинские? Кончились ракеты, вы научились их сбивать. Что произошло? Кончились готовые ракеты. Дело в том, что Х-22, ее же нельзя просто привезти, подцепить на самолет и пустить. Ее надо заправить. Она жидкостная. А заправка ракетным топливом это высокотоксичная. Кстати, заправка ракетным топливом для ракетчиков пишется как боевые. То есть им засчитываются эти часы один к трём. И они производят заправку в средствах химической защиты. С специальными нейтрализаторами на специально оборудованных площадках. Вот они и привезли партию ракет. Во-первых, их надо собрать на разных складах по всей территории Советского Союза. Да, потому что это старые советские ракеты. Во-вторых, их везут сюда только те ракеты, которые прошли тестовый контроль. То есть, когда ее с хранения снимают, она должна пройти тест. Если она выдает тестовый контроль, значит она технически исправна и пригодна к пуску. Потом их сосредотачивают уже на аэродроме в технической части. И там производится заправка. И когда их заправили, там есть неопределённый срок. Вот, кстати, Светан должен точно знать, сколько можно хранить заправленную ракету. Естественно, наносится ракетный удар. Сейчас, я так понимаю, либо идёт пауза, потому что второй цикл. Собирают ракеты, которые можно подготовить к пуску или к заправке. Первый этап заправка. Либо Российская Федерация, либо они действительно начинают заканчиваться. И они сейчас думают, что с ними делать. Ну, кстати, вот для эскандеров ракеты уже летают не так, как должны летать. Вот последние пуски в Белгороде показали, что две ракеты, одна в Белгороде, точнее, одна в Херсонской области, показали, что техническое состояние ракет не совсем хорошее. Они на первом этапе, на разгонном этапе, фактически одна упала, а вторая развернулась и практически вернулась к пусковой установке. А, одну секундочку, но эскандер – это же новая ракета. То есть это не случайность, это какая-то системная вещь? Нет, это может быть не системная вещь, потому что такие случаи стали встречаться только сейчас. Это, скорее всего, могут быть последствия неправильного хранения. Нарушение режима хранения, которое вызывает, впоследствии вызывает вот такие нестандартные ситуации в этих ракетах. А, кстати говоря, точка У, которая летела в Белгород, куда летела? В аэродром? Ну, куда она летела, неизвестно, в эту самую точку У. Но попала она почему-то в жилые комплексы. Нам очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что она же летела не с нашей стороны. Там, кстати, какая-то расследовательская группа выложила даже видео с видеорегистратора. Нет, ну согласитесь, смотрите, но у меня тогда вопрос, элементарный такой вопрос. А где ПВО страны Российской Федерации? Так ее как раз и сбили, Руслан Левеев это подробно объяснял, что это точка У или сбитая? Нет, 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 смотрите, нет. Смотрите, если точки У сбиты, значит на земле никаких разрушений не будет. Упали обломки ракеты, максимум тротил там выгорел тот, который там кусками из головной части выпал. Вот в чем разница в том, что если ракету сбивает, она не взрывается. А если она взорвалась, то извините, она достигла своей цели, ее никто не сбил. Олег, я об этом ничего не понимаю. Стоп, секундочку, я должна... Не, вот в данном случае не говорю не я, а Руслан Левеев. И он объясняет следующее, что вот это правило, ракета взрывается, если в нее попадают, касается только крылатых ракет. Баллистических ракет, которые побольше, потолще, оно может и не касаться. Поэтому он говорит, что ничего удивительного, что действительно ваши попадают в те же самые крылатые ракеты, она взрывается. А здесь мы видим, как попали в точку У, она изменила свою траекторию и, соответственно, врезалась. Ну, не соглашусь. Как ракетчик, тем более с сухопутными комплексами я работал. Если в ракету попали, она уже не взорвется, она упадет, как свободно брошенное тело. Если корпус ракеты остался целым. Если корпус ракеты получил разрушение, то она может развалиться в воздухе. Единственное, что может быть при сбитии ракеты такими контактными средствами, есть противоракеты, которые взрываются рядом с ракетой, и тогда ее секут в осколки, в мелкое решето. Она разваливается в воздухе. Взрыва не происходит. Если сбивают контактной противоракетой, которая ударяет в нее, и тогда она взрывается в воздухе. Но в любом случае на землю падают осколки. Но есть еще один нюанс. Смотрите. Дело в том, что противоракетная оборона, которую Россия распиарила, что все ракеты НАТО будут сбиты, она работает в автоматическом режиме. И сигнал воздушной тревоги должен был прозвучать в городе Белгороде, как только ракета вошла в воздушное пространство Российской Федерации. А ракета точка У поднимается в высоту, если я не ошибаюсь, на 25 километров. У нее парабола математическая. И когда она пересекла воздушное пространство Российской Федерации, вот эту мнимую границу в воздухе, должна была сработать воздушная тревога в той местности, в которую летит ракета. Она легко просчитывается, потому что она летит по математической траектории. И должны были быть приведены силы, средства ПРО в боевую готовность, а в условиях, близких к боевым, они должны были сработать автоматически. Понимаете? То есть город Белгород должен был проснуться от воя сирен. И если ракета была перекорчена... Нет, но слушайте, что город, что в России могут не сработать ни сирены, ни пожарные системы, ничего угодно. Это мало ли что должно было. Короче говоря, вы утверждаете, что это была российская ракета, и что она летела специально для того, чтобы убить кого-то в Белгороде и обосновать... Смотрите, да, группа расследователей, кстати, опубликовала даже видео с видеорегистратора машины. И там, где вот летит одна из ракет. А, еще, смотрите, еще один нюанс. Дело в том, что не было показано воронка. От ракеты точка У должна быть воронка глубиной где-то до 8 метров. 6-8 метров в зависимости от плотности грунта. Должна быть воронка конической формы, потому что там 500 килограмм тротила в этой ракете. Естественно, зона сплошного разрушения где-то в радиусе 500 метров. То есть это должна быть ровная местность, усыпанная обломками того, что на этой местности было. Этого ничего не показали. Показали разрушенный дом, но мне что-то он больше напомнил взрыв изнутри, как мешки с гексогеноперемешанным с сахаром, когда-то заносили на Каширском шоссе в подвалы домов. Руслан говорит, что на двигателе ракеты видно, что в нее попало что-то противоракетное, типа панциря. А еще один тогда у меня вопрос. Панцирь-С это тактический комплекс ПВО, который войсковой, и он предназначен для защиты войск на переднем крае. Что делал панцирь-С в городе Белгороде, и почему он в этот момент стоял на боевом дежурстве, если он не имеет отношения к системе ПВО страны? Продолжение следует...